В прошлом году экспортные поставки мясо-молочной продукции на российский рынок были обмежеваны. Как выяснилось, в последний час такая проблема возникает не в першиню, но отставание по внешнему гандле у этой глине было нивелировано по спеховой работе приватных организаций. Темп экспортного роста тут склал в 120%. Что у тысячи промысловых гигантов региона, белорусского металлургического завода и белоруснафта, то их внешнеэкономичная деятельность была меньше продукцией, чем год тому. А вот у Гомсельмаш на отворот с долей нарастить поставки за мяжу амально 40%. Меньше удалось працавали по экспорте послуг. Здесь у нас три есть предприятия крупные, которые занимают 40% экспорте услуг. Они сработали с очень низким темпом. Это запад транснефтепродукт, который занимается перегонкой нефтепродуктов из Российской Федерации. Это наша известная компания Дельта, которая, к сожалению, снизила свои услуги в Российской Федерации. Это рейлпорт, который снизил транспортные услуги. До речи 2017-й почался неадренне. Рост экспорту склав амаль 125%. Головно не сбавить темпы на протягу года. И тут важно проявить не только экономичную продбачливость. Треба освоювать новые инструменты для нарушивания объема продажи продукции, яке применяются у сусветной экономицы. Например, франшайзинг. Это, коли мы продаем товары разом с брендом. Это реклама и стабильный финансовый поток от выкористания наших логотипов за межами краины. А кроме того, необходимо иметь на увазе шмат-векторность экономики. Коли не льга отримать добрую отдачу по одним накерунку, треба больше глубоко распрацовать и другие экономичные пласты. Например, у сферы туристичных послуг. Деловой туризм, медицинский туризм – это все те составляющие, которые помогут нарастить экспорт услуг наших организаций, работающих в этой сфере, и привлечь зарубежных партнеров. Финансовая опора экономики сприяли инвестицины климата региона. Зараз на территории свободной экономичной зоны Гомель-Ратон 78 предприемств. Доведенные задания по росту экспорту и инвестиций летость тут были огульными намаганиями перевыконаны. Как вядомо, с початку года резиденты СЭС позбавилися широку льгот. Але держава пропонує альтернативные способы подтримки. Некоторые льготы наши резиденты потеряли, те, которые были зарегистрированы до 1 января 2012 года. С целью компенсации этих потерь правительством разработаны меры поддержки предприятий. Дополнительные льготы предоставлены. Это и на земельные участки, и по налогу на прибыль, и по НДС. Зараз до 70% товаров, які виробляються у нашім регіоні, іде на експорт. Открыть новые ринки, позбегчись забороны на продаж продукцію Російську Федерацію, і быть на крок на пираді конкурента – сурюзні задачи, які економічний сектор покуль ворошая поспяхова. Марина Джалая, Павел Антонов, Телерадио, компания «Гомель».